Всем привет! И это начало моего нового видео. Оно довольно необычное, и называется оно достаточно необычно, потому что... Всё то, что будет, необычно. Водная часть записывается уже в поезде, потому что, к сожалению или к счастью, я не успел записать начало дома. Но, собственно, так и атмосфернее, и антуражнее, поэтому начинаю наш рассказ. С чего начать вообще-то? Это... Сегодня, 15 мая 2024 года, и я еду сначала в Сочи, а из Сочи улетаю в Турцию. Зачем, спросите вы, а я вам скажу, работать русалкой. Поверите ли вы мне? Возможно, нет, но это правда. Блин, предысторию нужно рассказать. Ладно, начнём с того, что 8 лет своей жизни я посвятилась синхронному плаванию. Это такой вот, да, немного фундаментальный такой вот кирпичик. После чего меня пригласили работать в дельфинарии, но также не дельфином и не ведущим, а русалкой. И кроме этого, Яна собирает синхронисток, русалочек не только в дельфинарии, но и в Турцию. Это сезонная работа при отеле, насколько правильно я понимаю, где ежедневно показываются шоу с русалками, куда приходят туристы, жители отеля, ну и так далее. И, собственно, несколько лет меня приглашали, зазывали, но, к сожалению, я была привязана университетом. На тот момент у меня были сессии, дипломы, и вот, наконец-таки, это первое лето, когда я ни к чему не привязана. И я решила, почему бы и нет. За границей я никогда не была. Мой молодой человек, мой самый любимый молодой человек, поддерживает все мои интересы, все мои начинания. И поэтому, с учетом того, что я никогда не была за границей, и это прекрасная возможность получить новые впечатления, новый опыт и заработать денег, он сказал, туда тебе дорога. Я желаю тебе удачи. Ну и, собственно, сейчас мы уже в дороге. Но вы думали, что все было так просто? Нет, совсем нет. Для того, чтобы поехать в Турцию работать, нужно получить рабочую визу. Собственно, 22 марта 2024 года мы с Яной поехали подавать документы на рабочую визу. Мы это сделали, оплатили. Все великолепно. Через какое-то время мы решили, что не будем ждать и будем покупать билеты, чтобы заранее об этом позаботиться. Но не все так просто. У нас были куплены билеты на 2 мая. Мы должны были уезжать на поезде и улетать 3 числа на самолете. Ну что вы думаете? Нам не успели прийти паспорта с нашими визами. Так не то, чтобы нам паспорта не успели прийти. К этим числам на сайте даже не отображено то, что визы одобрены. Поэтому нам пришлось дать билеты и ждать, пока одобрят визу. Дальше мы просто ждали. Мы ждали, ждали, ждали. И в момент наши визы одобрили. Все классно, круто. В течение трех дней нам должны были вернуть паспорта. И мы спокойно могли уезжать. Но тоже не тут-то было. Все это припало на майские праздники, что, собственно, затормозило наше продвижение дальше. Потому что мы не могли покупать новые билеты исключительно потому, что паспорт не был у нас на руках. И получилось так, что, опять же, мы не могли быть уверены, что, допустим, послезавтра паспорта будут точно на руках, и мы можем уезжать. К сожалению, нет. И вот нам приходят паспорта. Мы покупаем билеты. Все суперклассно. Мы покупаем билеты на 15 число на 17.09 на Ласточку. В час 30 ночи мы бы приехали сразу в аэропорт. В два ночи у нас началась бы регистрация на самолет. И в 5 утра мы бы спокойно уже улетели. Но это тоже был не конец. Все потому, что вчера нам позвонили и сказали, что рейс перенесся. И перенесся с 5 утра на час 30 дня. Так получилось, что мы едем не одни. Мы едем с детьми Яны. Что тоже является немаловажным пунктом. Мы берем транспортировки нас из города в город. Слишком тяжело было бы не спать или спать в аэропорту где-то с часу ночи до 10 утра. Поэтому Яна взяла нам билеты на поезд на 19.40. Приезжаем мы завтра в 9.20. В 9.22. В 9.37, насколько я помню. Мы садимся на электричку. Едем в аэропорт. Часов в 10. В 11 у нас начинается регистрация. И в час 30 мы улетаем. Вот такая история. В этом видео будет вводная часть. Дальше я покажу вам, как я собирала чемодан. Что я вообще собирала и зачем. Дальше уже по факту вам все расскажу, покажу. Поэтому на этом все. До следующих видео. Всех целую и обнимаю. Всем пока. Ну что, теперь собираем чемодан. С собой я беру обязательно блокноты, дневники благодарности, обычные дневники, пару тетрадок, самоучитель по английскому и книгу «Большой курс английского для дебилов». Обязательно пару настолок, штатив, косметички с лекарствами, всякими штуками, дрюками. Ну, вы сами поняли. Дальше я беру обувь, полотенце. Тут у меня лежит все спортивное, то, что понадобится в бассейне. Берем спортивные шорты, обычные шорты для прогулок, домашние шорты и еще один для прогулок. Толстовка, спортивная одежда, кардиган, топы, майки. Ну, все, все, самое летнее. Еще платье, еще возьмем Олимпику, сбор на Ростовской области. Извините, не просто так там стояло, да? Еще обязательно берем пижаму, носки, белье. Конечно же, без наклеек и скотча я не выехала бы из дома. Еще пару кофточек, ну и, в принципе, все. Здравствуйте. Ну, слушайте, как в фильмах. Ну что, теперь мы собираем рюкзак. Рюкзак у меня в основном состоит из техники, потому что ее везти в чемодане страшно, и к тому же она очень много весит. А в ручную кладь она идеально входит, насколько я понимаю, насколько мне кажется. Самое первое, основное, что мы упакуем, это ноутбук, потому что без него, к сожалению, никак. И перекидывать материалы с камеры, и просто где-то что-то поработать. Такой рюкзак будет ручная кладь. Упакуем. Так, сейчас поняла, что не вижу свет. Где? Ладно. Из основного еще в рюкзак идет камера Fujifilm X-200. Кормить моя. Из камер еще я с собой беру Fuji, мыльница. Тоже мы без нее не едем. Дальше это у меня часть от штатива, который мы уже упаковали. Еще я беру вот такой фотик, который на чековой ленте. Пауэрбанк. Дальше у нас тут идет миллион проводов. А, вот свет-то. Дурынь, да. Вот он свет. Упаковываем его к компьютеру. Дальше идет сам умный штатив с подставочкой. Картриджи для Fuji. Сюда я еще кладу масочку для сна. Крэп для волос. И, конечно же, петличка. Ё-моё. Дальше у меня идет жесткий диск. Собственно, да. Память будет заканчиваться очень быстро. Я в этом уверена. Поэтому обязательно его и берем. О, господи. Почему я назвала его Fuji? Инстакс. Ё-моё. Паспорт я уже упаковала. Загранпаспорт у Яны. Так что, в принципе, в принципе, ну и все. Так. Я собрала все вещи. Моя мама сегодня на сутках. Поэтому я иду за шаурмой. И к ней на работу. Посидим, поболтаем, попьем кока-колы. Поедим шаурмы. И все. И я пойду дособироваться и выезжать в Ростов. Все, мы даже не долетим. Я очень тебя люблю. Я тебя люблю. Так. Сейчас у нас будет кружок очумелой ручки. Потому что у моего гуся травма. Так, берем иголочку. Музочки. Девочки. Во. Все. Шура. Я был голодом. Я был голодом. Ну что, я приехала в Ростов, жду такси и еду к подруге. А я пить кофе как бы не планирую, да? Всем доброе утро. Реклама Black Fox. Съедим сэндвич с Анастасией. Доброе утро. Не знаю, это ее, но не верно. Которые для вас интересны истории и тренды, это сына больше, чем мама. А там еще... Нет слов. Нет слов. Довца? Да. Мне помогают, мне лично... Как их называют? Которые багаж помогают. Махать. Всем пока. У меня большая проблема. Я не посидела на дорожке. Я бы, конечно, присела. Если честно, откровенно, типа, это опасно. Не знаю. Я не помню, кто... Продолжение следует... 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 я вообще вы понимали там не жарко ну что честно у меня не было сил снимать вторую половину дня завтра уже поедем на работу вставать в 7 лет я обычно встаю в 11 12 но никак не в 7 я в последний раз так просыпалась в универ ну ладно вот буду показывать завтра место нашей работы ну а дальше все чтобы